А как это будут увозить? Будет максимально с этой темы съезжать. Вы стопроцентный плательщик коммунальных услуг. Комбо-набор. О-о-о. Это неприятно, да. Слушайте, я бы ее вот так бы, честно, оставил. Если его видно, это категорически плохо. Если там черноты прям нет, но вот момент с запилами... Специально для пика взял целый рулон свежий. Слушайте, вся плитка получается реально офигеть. А это происходит наоборот. Здесь везде герметиком прошли? Ну, это, скажем, такая, да, фурнитура. В данном случае это критическая ошибка. Господи, ребята, ну что за форшмак такой? И до свидания. Ну, а специалист из авангарда, похоже, выиграл. Видите, можно рисовать на окнах. Разводка системы отопления, сделанная по старинке. Для застройщика. Они вот эти все модули собирают на заводе, а сюда приходят уже... Манометр, конечно, можно было повернуть, чтобы было удобнее смотреть. Через амбразуру будет видно, есть кто-то впереди или нет. С ключом. И с ключом. Единственное но. Обратите внимание, что здесь ни маркером написано, ни бумажка наклеена. Вот если уж докопаться. Без песочницы в наши дни никак. Какая красивая елочка нам. Парковались, видны, избранные уже. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня 15 августа 2023 года. И сегодня у нас несколько событий. Первое. Это Центробанк повысил ключевую ставку до 12%. Такого никто, конечно же, не ожидал. 28.04.2023 года ПИК сдал первые свои дома в жилом комплексе Кудровский парк. И на днях начали выдавать ключи. И мы с вами сегодня внимательно посмотрим, как застройщик сдал свои дома. Но если, конечно, обратить внимание на жилой комплекс Кудрова, ну, весь двор, во-первых, забит машинами, зелень, здесь только трава и пару кустиков, и, в принципе, больше ничего нет. Ну, а здесь ПИК лично меня удивил. Обратите внимание на красивый двор, зеленый двор. Большое количество разного оборудования для детей, для взрослых. Мне нравится фасад. Не всем, кстати, нравятся ПИКовские фасады. Обратите внимание, что он чистый, отмытый. Я помню, когда снимал Кантемировскую, там не везде был отмыт фасад. Вот здесь я пока не вижу каких-то потеков или чего-то другого. Ну, смотрится комплекс красиво. Один, наверное, из достойных вариантов. Входные группы в уровень с землей. Чуть входная группа такая, знаете, утоплена в фасад дома. Соответственно, не нужно никаких делать навесных сооружений. Подошел к кнопочку, приложил к домофону и прошел. ПИК, как обычно, все в уровень с землей. Это большой плюс. Мне нравится брусчатка. Мне нравится, как здесь сделана отмазка. Немножко есть пыли там на окнах грязи. Ну, такой, знаете, по мелочи. Есть урна, скамейки для велотранспорта. Здесь, чтобы парковались, видны избранные. Уже вот четыре места выдвину, возможно, под коммерцию, которая расположена на первом этаже французские балконы. Есть места под кондиционера. Есть штатные отверстия под электричество и отвод конденсата. Ну, все пока, знаете, достаточно неплохо. Напротив уже сложившаяся инфраструктура, большое количество магазинов и разнообразие жилых комплексов. Обратите внимание, как здесь красиво сделана территория. Что мы видим здесь? Ну, это, наверное, территория не относится к комплексу, и вот это тоже, потому что мы здесь не видим никакого благоустройства, и которые могут наслаждаться жители Кудрова. Нормальное зеленение, дубовая, еловая, вернее, кора. И вот, кстати, смотрите, какой момент прикольный. Здесь они сделали вот такие проходы, сделали из набивного покрытия. То есть, если вы вдруг решите срезать, то вот можно прямо вот так пройти. Это сделано, считаю, очень разумно, потому что люди всегда срезают углы. И еще, конечно, здесь из нюансов, то, что вы, если вот сюда прошли пешком, обратите внимание, чтобы зайти в свой подъезд, нужно вот идти прямо буквами Г. Люди всегда срезают все. И вот это просто огромная, я считаю, недоработка застройщика. Тех архитекторов, планировщиков, которые вот это все планировали. Должны быть диагонали, а их здесь просто нет. Какая красивая елочка на Новый год. Можно даже украсить гирляндами на батарейках. Коммерция, виднеется двор, еще елки. Ну, слушайте, красиво смоется фасад. Нигде не видно, чтобы была отвалившаяся плитка или какой-то там неотмытости, небрежности. Все достаточно красивенько. Скамейки для отдыха, набивное покрытие. А вот и идет мой клиент Максим. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Слушайте, я вам скажу, что лучше, чем Кантемировская 11. Круг обошел за вами. Ну, вот я как раз тоже туда подъехал, начал идти. Слушайте, ну смоется классно. Зелени много сделали. Я на днях снимал бизнес-класс. Песочницы нет. Песочница внутри. Красиво, церковь что есть. Пихточки посадили. Коммерция, то, что здесь своя. Наверное, какую-нибудь кофейню откроют. Шаверму, пивточку. Это точно. Слушайте, брусчатка суперская. Ну, реально, мне радует. Я вот сюда приехал и смотрю на это, и вот пока меня радует все. Потому что, когда я смотрю на жилой комплекс Кудрова, ну, это такой какой-то, ну, как его назвать, больничный вид какой-то, да, у него? Ну, да, то, что там внутри у них света, конечно, вообще нет. Нет, двор весь забитый машинами. Здесь, блин, ну, такая красота. Реально, для Кудрова это реальная красота. Наверное, Пик это первый застройщик, да, который смог так красиво сделать. Многие, конечно, говорят, что напоминают фасады старые советские панельки, но по мне вот фасады Пика смоются красиво. Плитка, я считаю, очень удачное решение, это долговечное решение. Панели у них современные, трехслойные, с утеплителем. Двор крутяцкий. Да? Ну, да, только вот не понял, а песочница тут есть или нет? А то у нас малыш подрастает. Вот она, здоровая. А, вот она. Да, 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 вот, наверное, вот-вот, где эти бревнышки, песочница. Без песочницы в наши дни никак. Отлив сделан, нормально, герметиком промазали. Окна нормально смонтированы. Даже тут не сильно пусто. Причем, кстати, такой наклон, смотрите, такой приличный, да, то есть здесь, ну, не будет, как у некоторых, стоит он в обратную сторону. Тут уже он сможет, что герметиком прилично намазали, то есть все по феншую. А, значит, сейчас к нам получается, вот Максим должен сегодня получить ключи. У нас время 17 часов 30 минут, и мы уже их получили, друзья. Значит, подошла менеджер от пика, представилась, объяснила все четко и подробно, что необходимо делать. Мы сейчас идем смотреть входные группы, покатаемся на лифте, посмотрим, зайдем в квартиру Максима, и будем дожидаться профессиональных приемщиков от компании «Авангард». Пошли, друзья, все внимательно смотреть. Ну, у нас тут никакой барьерной среды, все в уровень. Приложили, сработали, дверь открыта, молодцы. Сработало. Смотрите, первое, что здесь, какой момент, я вот уже сейчас начал обращать, это большой длины тампу. Это знаете, для чего происходит? Когда есть ребенок, есть коляска, вы открыли, заходите с коляской, и у вас есть место вам пройти, чтобы закрылась дверь и открыть следующую. Бывают эти тамбуры очень маленькие, то есть ты зашел с коляской, пол тебя сюда не зашло, тебе нужно открыть дверь, это очень неудобно. Здесь такого нет. Да, это верно. Здравствуйте. Здравствуйте. Авангард, отлично. Так, у нас есть второй тамбур. То есть получается, тамбур вообще нужен для того, чтобы отсекать холодный, горячий воздух от основного помещения. Высота потолка большая, светильник класса энергоэффективности, а грилья до потолка весь окрашен черным. Смотрится классно, мне нравится вот эта плитка, ровно красиво, местами можно было бы чуть подмыть, это вот если уже докопаться, вот реально, потому что пока я вот реально криминала никакого не вижу. Батарея нормально встроена. Да, радиатор, кстати, смотрите, как красиво сделано, что, ну-ка, а, это он, слушайте, это он сам такой по себе, причем, кстати, почти чистый, нормально снизу подводка. Мне нравится, что здесь у них проходные подъезды, мало того, что они проходные, обратите внимание, друзья, какое большое количество остекления. Вот здесь, смотрите, Максим, по свету видно, что, ой, это такие полукруги, вот, то есть они вот досюда дотянули, а дальше нет, ну вот это только домыть. Ну, это вот второе, да, первое, что мы видим, это чуть-чуть надо было все-таки лучше отмыть. Дальше моменты, вот эти углы. Если посмотреть на угол, здесь алюминиевый профиль, сделано все ровненько, красивненько. Здесь мы с вами видим плитку, подрез плитки, обратите внимание, что сделано на тупом инструменте, могли бы это все сделать ровно, они, похоже, болгаркой пилили, ну, и так пойдет. Это же все-таки бизнес-класс. Но вот эти, на самом деле, стыки, когда делают, например, вот здесь, да, у меня, например, мастер, когда одел ванну, мы купили плитку, что нам понравилось, он ее выложил, говорит, смотрите, она вся кривая коса, она реально всех одела. Либо, говорит, укладывай, либо будем менять на другое. И предупредил, что будет уступ. Я говорю, все, укладывайте, и он сделан реально очень круто. У меня они тоже есть, но я на это не обращаю внимания. Мне нравится, что почтовые ящики, обратите внимание, что здесь не маркером написано, не бумажка наклеена, а здесь вот такие, как скажем, пластмасски, да, это похоже. С нумерацией квартир, не перфорация, ну, почему. Оранжевый цвет смотрится по мне красиво, она утоплена западлицо, с плиткой, выход во двор, напротив тоже почтовые ящики. Может быть, знаете, чего здесь не хватает? Какой-нибудь из дерева такой скамейки, когда, например, женщина приходит, она часто сумки, чтобы она могла положить сюда вещи, открыть почтовый ящик, достать там квитанцию, спам там, и, соответственно, все убрать. Или крючочки, например. А крючочки сломают лучше, лучше скамейка. Значит, дальше здесь у нас 12 же, да, этажей? Ага, 12. Два лифта груза, пассажирский, пассажирский. В виде, размера плитки, вот реально круто сделано, на каком этаже находится какая квартира, то есть, о, знаете, сотая квартира, 11 этаж. Прикольно. Красивый номер. У нас есть сразу информация, информационная, даже не стойка, просто вот они на стене это сделали. Управляющая компания Пиккомфорт, гражданские услуги, очное собрание. Слушайте, ну красиво. Сразу по уведомлению о собрании они сделали. Слушайте, ну вот прикольно все. Это даже не забрало такая перфорированная защита, где клапан, ну там клапан, да, он там все равно частично будет виден, но, в принципе, смонтировано неплохо. Я только вот вижу, что вот раз отверстие, два отверстия, ну, в принципе, нормально. То есть, не сказать, что как-то, знаете, уродско смотрится, я бы там офигел. А давайте так, а, это мы потом посмотрим на лестничество особо ничего. Вызываем лифт. Понял. О, лифты у нас длинные, длинномерные. Поехали. Да. Там на 12-м все равно там из окна ничего не видно. Значит, у нас получается он длинный, длинномерные предметы, удобно запаскивать. Но вот, становитесь вот так, стенки, Максим, и я вот встану спиной. То есть, расстояние прилично, тут метра, наверное, полтора, да, между ногами? Ну да. Единственное но, уважаемый Пик, обтяните это все баннером. Напишите, добро пожаловать домой, Кудровский парк, там ваша управляющая компания, Пиккомфорт, контактный номер такой-то. Ну, в принципе, все, больше тут сказать нечего. Лифты, не знаю, не помню я, стандартные это для Пика или нет. У них везде, скорее всего, такие стоят. Еще одна, друзья, входная группа. И здесь аналогичная красота. Но мы видим с вами открытый пассажирский лифт. Закрывается. Спасибо. Ламели, светодиодная подсветка, большое зеркало, заподлицо. Дверь закрывается. Обшивка здесь тоже такая зачерненная. Алекс лифт. Блин, смыть и как круто. Тут еще защита осталась. Кстати, прикольно сделали, вот где доска, они проложили вид на остатки материала. Выходим, седьмой этаж. Тут для Пика стандартное помещение. Могли бы немножечко, чуть-чуть штукатурку по интересам нести. Но, например, мне не очень нравится, когда она вот такого плана. Мне, например, больше нравится, когда она гладкая. По мне это смотрится более естественно и дороже, потому что вот это напоминает какую-то панельку. У Пика, обратите внимание, что вот это у нас комфорт класс, но даже здесь, чтобы пройти сюда, у нас все закрыто без ключа. То есть, если даже за вами кто-то пришел, он без ключа уже в межквартирный коридор не попадет. И с ключом. И с ключом. Нет, нет. Слушайте, а почему? Так, может, я не сориентировался в стороне. Слушайте, то есть, друзья, получается, если у вас 56-я квартира или 60-я, то к соседям вы не пройдете. И, кстати, ну вот это на самом деле прикольно. Дружить нельзя. Из минусов можно назвать, что нет дисплея, непонятно на каком этаже находится какой лифт. Это вот то, что можно сказать. Ну, в принципе, здесь все. Колпачки защитные сняты. Света здесь предостаточно. Заходим. У нас коридор. Коридор широкий. Ну, метр сорок это минимум, который вообще должен быть. Значит, что у нас здесь? То есть, первое, когда мы подходим к лифтовой кабине через, ну вот это можно назвать, наверное, амбразуру, было бы, конечно, прикольно, если бы стояли тоже алюминиевые двери и с почти там 100% остеклением. Было бы, конечно, круче, я считаю. Через амбразуру будет видно, есть кто-то впереди или нет. Если он присел, мы его, в принципе, тоже увидим. Это в плане безопасности. Ящики для рукавов пожаротушения, печатано трогать не будем. Здесь у нас коммуникация, это нам должны будут открыть, показать. А, у вас, посмотрите, ключик там должен быть. Должен быть ключик, да. Открывайте шкафы, чтобы снимать показания. А, смотрите, здесь по квартире написано. Показание вот тут. 57-я. Это электричество? А, да. А, ну да, открылась. Так, у нас, ну, слушайте, тут даже заклеен, так все хорошо. Опа. Это тоже открывается? Угу, посмотрим. Коллекторный узел. Ой. Не, нормально, закреплено, пожестче. Ну, в принципе, нормально. Так, не видно. Так это общий, что ли? Мусора нет. Почему общий? Здесь подписано, обратите внимание, квартира номер 57. То есть, не закрывайте. Так, а это у нас, а, это, слушайте, для обслуживания. Если вдруг надо что-то открыть, слушайте, молодцы, сделали. Я когда вот в Белоруссию съездил, там, вот эти все ящики, такие же аналогичные, как у нас, они сверху ставят деревянные ящики, они вот так красиво открываются, вообще вид вот такой. Здесь у нас электричество. Обратите внимание, смотрите, какое классное решение. То есть, обычные вот эти ящики, точно такие же ящики у нас. И здесь, чтобы это было красиво смотрелось, просто сделано и со вкусом. Я даже не понял, почему я в 57-й смог открыть. Да тут ключ, скорее всего, один вообще на все. Понял. Так, что у нас здесь еще интересно? Ну, у нас все получается. Темно, темно. Темновато, вот здесь у нас почему-то не горит свет, то ли она перегорела, то ли что-то сломалось. Можете осмотреть. Двери красивые, три петли смоется. Прикольно. Один замок, нестандартная ручка, потому что обычная ручка с такой небольшой, такими выемками китайского у всех. Панно красиво смотрится. Нумерация квартир есть. Я не вижу звонков. Да? Звонков нет. Может быть, нам их выдадут чуть позже, это мы узнаем. Соответственно, о, а, есть, все, понятно, датчик не сработал. Вот, теперь со светом хорошо, все, согласны? Нет, петли, конечно, срезать легко можно. Слушайте, ну, кто захочет, в любом случае залезет. Перфорация смотрится красиво, все закрыто, ну, аккуратно сделано, согласитесь? Сделано аккуратно. Вот он, кстати, датчик на движение. Вот у нас потолок, кстати, низковатый. Вот я 2,75, Максим чуть ниже. Ну, в принципе, для нашего роста нормально, но здесь... Ой, метр семьдесят пять, да, 2,75. Тут сколько у нас, наверное? Да меньше 2,10, наверное, да? То есть, ну, вот он такой. Если кто-то будет под метр девяносто, то, конечно, будет идти под самый потолок. Ну, вроде, наверное, баскетболисты будут покупать другие объекты. Слушайте, ну, тут то же самое. Счетчики воды, показания передаются автоматически. Можно, смотрите, к чему здесь придраться. Смотрите, вот прикольно, да, красный скотч, горячая вода, холодная вода, все понятно. Манометр, конечно, можно было повернуть, чтобы было удобнее смотреть. Но это уже такие, в принципе, мелочи. Что-то надо закрыть. Да, надо закрыть. И подписано все по квартирам, конечно, здорово, что выходишь, сразу понимаешь, куда тебе нужно идти. Ну, все, погнали в нашу. Значит, здесь у нас интернет-кабель, телевидение. Это пожар для Рубитек-система для пожаротушения. Если вдруг что-то должно сработать, датчик передать на пульт. Ну, и здесь, так смотрите, все четенько сделано. То есть нет такого. И вот у Пика, что прикольно, они вот эти все модули собирают на заводе, а сюда приходит уже целый модуль, и они это просто здесь монтируют. Там собрали в тепле, здесь только провода подключили, и все. Ну, что-то тут некоторые вот так провода торчат, я что-то не понял. Да, вот здесь видно, что провода есть, но непонятно, почему. Он просто здесь вот такой висит. А вот, да-да-да, пыль видна. Пыль видна. Помыть надо было получше, о, Кушке. Для застройщика. Значит, у нас здесь два человека с авангарда. Приемщик и специалист, который делает обмеры и оценку для банка. Верно? Все верно. Супер, Максим пошел уже смотреть свои хоромы. Смотрите, чем классная вот эта планировка двухкомнатной квартиры, почему нам понравилось. При входе гостевой санузел, достаточно нормальная прихожая, я не скажу, что она большая, но она комфортная. Сюда нормально встанет либо шкаф, либо, соответственно, можно просто тумбочку поставить для обуви и на стенку повесить вот такую открытую вешалку. И когда мы, соответственно, с вами уже зашли сюда, это у нас кухня-гостиная. Огромное окно, красивый вид. Мне, по крайней мере, нравится. Каждому свое. Мне нравится аккуратно выведенные у них трубы. Обратите внимание, сразу понимаешь, где горячая вода, где холодная вода. Блин, вот это класс, молодцы. Авангард уже достал стикеры и пошел заклеивать новую квартиру стикерами своей компании. Так, это у нас проверка электричества на все автоматы. А мы с вами пойдем смотреть дальше. Разводка системы отопления сделана по старинке. Ну, в принципе, когда повесится карниз, то частичные трубы будут все закрыты. Отопитель, радиатор, он такой компактный, я бы сказал. Есть, соответственно, регулятор и счетчик на тепло. Это все должна управляющая компания зарегистрировать. Из нюансов, конечно, вот сейчас. Видите, можно рисовать на окна. Хотелось бы, чтобы Пик лучше делал клиник перед сдачей клиенту. Да, конечно, вот здесь во дворе, блин, у них очень темно. Капец какой-то. А здесь сразу же ванна. Двери от Пика обычные, недорогие двери. Но на первое время, я полагаю, вполне хватит. Плеточка беленькая. Здесь смесители стоят. Под леечку простая. Вот такая насадка. Я бы повесил себе штангу. Ты вот, наверное, что бы сделал. Сюда просится нормально какая-нибудь тумба. Здесь стиралка уже все есть. Выводы. Слушайте, разумно сделали. Молодцы. Розетка для стиралки и для какого-то еще бытового прибора. И, соответственно, у нас две комнаты. Раз, небольшая комната. Я так полагаю, это детская будет. Здесь у нас есть вот такая ниша. Либо для шкафа, либо, соответственно, для кровати. Это короб демонтируется. Сюда вешается внутренний блок кондиционеров. И вторая комната здесь. Два окна. Большая. Это для родителей. Блин, очень-очень классно. Мне нравится. Мне нравится то, что огромные окна. Их потом сам уже Максим, свой супруг отмоет. И все будет по красоте. И также здесь вот они, выпуск есть. Ставишь и все. Тебе подключают минимальные вложения на подключение кондиционеров. Слушайте, да. Вот эти выше, это чуть ниже. Это самая высокая, это средняя, это самая низкая. Даже самая низкая? По-моему, да. Самая высокая, да. Самая высокая. Мне так тоже. То есть вот эта... Нет, я в мире высота. Вот эта высокая самая. Вверх, по верху берем. Средняя, самая низкая. Так, давайте, чтобы не спорить, рулетку приложим. Посмотрим. Мне почему-то кажется, что вот эта, что она выше. Вот мне так. А сейчас посмотрим. Андрей и Максим против специалиста из Авангард. О, лазерный луч. Специалист из Авангарда похуже выиграл. Ну да, 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 он выше идет этой розетки. И тут два варианта. Либо это дизайнерское решение проектировщиков и монтажников, либо это ошибка. Чтобы это понять, нужно запрашивать проект по электрике и сравнивать. В проекте по электрике четко указана высота. То есть мы можем записать дефект, но чтобы сказать, дефект это наверняка или нет, нужен проект. Розетки, я смотрю, выключатели торговой марки и ЕК. Это надо запрос делать официальный в ПИК, чтобы получить проектную документацию. Вообще на свою квартиру лучше всегда ее получать, чтобы она была, потому что если вдруг что-то будете сверлить, что потом мне оказалось, что там где-то труба какая-нибудь идет, а об этом просто никто не знал. А ответственность ляжет, естественно, на вас. Так, видел, измерили высоту потолка. Какая у нас? 2,46. 2,46. Слушайте, ну самое классное, что мне, во-первых, нравится, что обои под окраску все красивое, беленькое. И за счет этого, и за счет огромных просто окон здесь большое количество света. Сейчас начинался этап по электричеству, что я прозвонил всю цепь на работоспособность, и начинаю сравнивать название автоматов, фактическое подключение по зонам в квартире. Вот мы выяснили простым способом. Да, что подписана сантехника, а когда отключаешь, вот здесь тоже выключается свет. А это у нас, в принципе, кухня получается, кухня-гостиная, правильно? Да, это дефект, потому что если вы сами полезете в розетки, чего я не рекомендую крайне, не зная этого момента, вы выключите кухню, все, и будете считать, что обесточено, но по факту розетки будут под напряжением. Да, да, да. Особенно, когда маленькие дети, это реально актуально. На счастье. Да. Новые теперь такие клеммы делают. Слушайте, прикольно. Я, кстати, такой первый раз вижу. Ну да, это вот в пике я так увидел, обычно стандартные пластиковые. Вот как здесь идут, ну, недорогие, скажем так. Да, 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 либо они ставят здесь обычную советскую розетку, которую приходится демонтировать, так как... Ну, да, да. Так что это плиты по 3000 никто не покупает. Так, значит, это мы открыли, теперь у нас еще есть выводы на кондиционер. Подожди, смотрите, получается, то есть к этому клеймику мы просто подключаем другие клеймы от... Ну, на плите надо, да, посмотреть, что на плите на выходе, бывают какие-то вилки тоже делают, бывают обычно там три провода, если это однофазная сеть, фаза, ну, земля. И вы сюда их, соответственно, подключаете, да, и они между собой закоммутированы, и питание есть. Заветный короба. Ага, вот у нас. Так, сейчас мы ее вот еще... Крышку хотите, да, демонтировать? Да, конечно, потому что там... Они раньше делали как? У них шли две медные трубки, слив, и здесь же кабель питания, и на сплит-систему, чтобы между собой внутренние блоки подключать. Теперь они делают питание вот здесь. Отдельно. И тут хорошо, кстати, тут в клеймах. Сушите, да. Можно прозвонить. Обычно так просто бросают провода, и все. И до свидания. Ну, если бы немножко, кстати, подрезали бы лучше обои, убрали, и мусор бы вообще был бы... Идеально. По красоте идеально, надо сказать. Да, что вы... Питание самого блока. Это на сплит-систему пятижильное, а это на внешний блок, скорее всего, вот таким образом. И вот эти трубки медные, чтобы их проверить, нужен газ. Это отдельная такая история. Вызываются специалисты, кто этим занимается, и продавливаются, скажем так, эти каналы. Чтобы понимать, а есть там где-то пропуски? Да, да, да. Насколько система, она держит, да, насколько она вот целая. То есть сейчас это не выполнить. Это случай, если найдется дефект, это относится к скрытым работам, и нужно будет по гарантии предъявлять. Да, да, можно предъявить по гарантии, да, будет. И вот это реально крутая комната, потому что я всегда мечтал, чтобы у меня в комнате было два окна. Вот просто два здоровенных окна. Зато в детскую отдать. Снимается. Нет, я бы ребенку дал бы воту поменьше. А знаете почему? Потому что он все равно будет ходить к вам, ходить на кухню, где всегда родители есть в холодильнике и еда. Правда закручены и в конце, соответственно, сварены. Да, ладно, да. Такой шарик идет. Даже если не снимать этот кремлик, то можно их нащупать. Вот эту с окно лучше снять, увидеть один раз, в чем много раз пощупать. Это правильная сведения. То есть если бы они здесь просто были скручены, оставлены, не пропаянно, то это было бы неправильно. Молодцы. Пока у нас вопрос только к чистоте, что можно было к клинику, конечно, открывать. Ну как, нет, пока у нас очень много вопросов. Ну, к электричеству. Да, к электричеству очень много вопросов. Надо даровать. Ну, с собой, да, 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 я тоже вижу, что где-то от чего-то они там... Мне бы, конечно, хотелось, что вот они грязь эту вытаскивали оттуда, потому что, ну, смотрится не очень, да? Вроде все так красиво, аккуратно, так как раз думаешь, ну, господи, ребята, ну, что за форшмак такой? А защита от детей там... Защита для детей. Защита для детей. Защита от детей это... Вот эти классики, кстати, смотрите, я бы их взял бы суперклей и приклеил, потому что что-то они сваливаются. Я так понимаю, что это... Они сами по себе такие. Сквозняк квартиры вроде... Ну, не... Как это? Квартира, получается, у вас угловая, на две стороны окна выходят, соответственно, ветер гуляет, это круто. Ну, вот сами, кстати, крепления под держалки вот эти стенки, блин, конечно, смотрятся вот так себе. Уродский, я бы сказал бы. Что вы делаете? А вот здесь, смотрите, как, опа, видите, надо подклеить. Подтверждается, собственно, наш вывод, когда мы, как зарядка, это выяснили, что вот я выключил автомат кухни... А электричество есть? Да, электричество есть. А вот выключил автомат сантехкабины, электричество пропало. Потому что вот зона кухни, она наиболее нагружена во время эксплуатации. Там есть чайник, микроволновка и все-все-все. А тут как бы телевизор, и это пускай уходит в комнату. Но в данном случае это критическая ошибка. То есть так делать нельзя. Тем более об этом никто вам не сообщает. Вы просто приходите и узнаете об этом либо с помощью авангарда, либо сами во время монтажа, скажем так, чего-либо. Проверяем. Вообще не двигается. Очень жестко сидит. А, да, есть? Ну, это, скажем, такая фурнитура. Стандартно, назовем ее так. Не буду говорить эконом. Ну, посмотрим, тут получше она, скажем так. Ага. Ну-ка, ну-ка. Не подсветку, красивую люстру, но не эти датчики. С другой стороны, на потолке лично меня, они у меня дома вообще не напрягают. А они еще не снимаются, эти колпачки защитные? Защитные колпачки потом снимите. Пыль везде протрете, снимите, потому что он на пыль тоже срабатывает, на вот эту мелкодисперсную. И может заорать. Орут они очень громко. А это как раз-таки пищалка. Это повещатель, да. То есть, когда... Тут какая-то дырка, там какая-то, ну, типа... Это распаячная коробка, там, электричество. Здесь, не знаю почему, квадратик. Кондиционер. Я слышал то, что они кондиционеры вытягивают, короче, через... Потолок сюда. Ванную, плиту. Вот так делают. И где-то, короче, кондиционер в Москве протек, и ванну все вы перебирали, чтобы достать этот шланг, вам заменить и так далее. Не, я знаю, например, что они в ванну, вот эти кабины, они вообще уже привозят готовые вот эти все решения. Что вот эту плитку, вот где-то были, я помню, места, что, ну, здесь, я не знаю, такого не видно. А может быть и здесь такой же? Не, не, здесь нормально. А вот я видел, где просто привозят уже плитку смонтированную заводу. То есть, такие, знаете, плиты кладут, монтируют, и потом, соответственно, зачеканивают швы. Ну, здесь по полу нормально, потому что там сразу ощущалась пустота. В Таллинском парке, кстати, так. Если я не ошибаюсь. Да, конечно. А, закрытый. Ну, здесь, да, понимаете, здесь надо плитку помыть. Потом вот здесь тоже отверстие сделали, конечно, не очень эстетично. А если у вас, например, вот здесь будет висеть, то есть вот это херню надо перекрывать зеркало. Потом, соответственно, ну, понятно, да, вот это недорогой вариант, ее просто надо демонтировать, я бы сюда штангу поставил. Какую? Ну, вот это, ну, не знаю, как красиво. Не-не-не, она, ее можно повесить, но я бы штангу себе поставил, потому что размеры у всех разные. Ну, да, было дело. Ну, это обычно так, как, ну, смотрите, во-первых, здесь везде герметиком прошли, никаких нет дырок. У Сэтлана... Вот тут вот есть. Да, здесь вижу. Надо пройтись герметиком. У Сэтлана, например, вот от ванны до плитки обычно вот такое расстояние, ставят дырень, и ты, блин, думаешь, и что мне с этим делать? Вот здесь вот на вот этой накладке я бы хотел, конечно, чтобы они снимали вот эту пленочку защитную, чтобы, знаете, самому потом не мучиться ее снимать. В принципе, она закроется плитой, но как-то не очень. Сюда нормально можно поставить современный клапан есть для стиралок. Дальше по щитку, вот, да. Здесь это сердце, квартира электрическая. Здесь автоматы, они все подписаны, как мы выяснили, подписаны, даже подключены розетки неправильно, не в соответствии со схемой. Тут есть схема. Это раз. Дальше вот этот значок электробезопасности отклеивается, и сам щиток имеет, ну, я это назвал повреждениями, но это легкие потертости, загрязнения. Также, да, на примере щитка можно увидеть, что вот это, к слову клининга, вот это краска, краска на розетках, краска на выключателе. А ее потом уже, ну, сарапывать, это будут механические повреждения. Да, то есть, ну, не до конца все это очищено, сделано. И, обращая, ну, примыкания же нет, то есть они как-то... Ну, тут местами, это вот даже легкая неровность стены, забегая вперед, выдает вот такой эффект. Просто вот эта легкая неровность миллиметр-два, она считается как бы, ну, плюс-минус адекватной с точки зрения вот локальных неровностей. Значит, автоматы все работают. Это хорошо. То есть, да, вопросов у меня нет, там, у Зойки все отрабатывают, сеть отрабатывается. Слушайте, а сами у Зой, это кто у нас? Это Декрафт. Ну, по производителю, точно не скажу, мне кажется, Китай. Мне кажется, у нас сейчас все Китай. Ну, практически, да. Дальше, по самой сети. Розетки все работают, свет везде работает. Выводы, там, подсветок в туалете, на кухне, вывод плиты, все работает. Выводы на кондиционер тоже. То есть, в принципе, сеть работоспособна, к этому у меня претензий нет. Есть момент вот здесь по выключателю, то есть, две клавиши, одна включает одну, другая вторую лампочку. И по логике, когда вы включаете ближнюю клавишу, должен включаться ближний свет. А когда вы включаете дальнюю, должен включаться дальний свет. А это происходит наоборот. То есть, тот, кто ставил, логику не включал, и получается... В общем, подключили, как подключили. Это, в целом, да, мелочь для жизни, но логично было бы сделать. Логично, да, согласен. Обсудили, что разный уровень розеток. Также вот здесь, как пример, наклеил стикер. Не везде плотно прилегают накладки. Да, видно, да. А правый уровень, они это поймут, да? Ну, я записал, что розетки на левой стене на разном уровне. А, вы же не просто отмечаете, вы еще пишете. Да, я еще и пишу. Вот. И мы... Ну, я записал, что за заглушками находится там строительная смесь плюс там обои не обрезаны. Ну, это так. Тоже, к слову, к общей массе. А мы в детстве любили звонить. А тут можно и шалости детские делать, воду отключать. В воду, ну да, если ключ есть. Электричество. На самом деле, манометр, я бы вот правый попросил бы, чтобы мне его повернули. Ну, с одной стороны, с другой стороны, конечно, это видно, но лучше, чтобы это было, мне кажется, по 90 градусов так правильно. Исполнил набор. Фильтр, редуктор, счетчик и обратный клапан. Внизу там мусорный. Есть, есть. Это, да, любимое. Тут не так много бывает, а там залежи еды. Все, что простукивается с таким звуком, звонким, характерно. Все это, соответственно... Слушайте, прилично. Слушайте, вся плитка получается реально офигеть. А, вот тут... А, и этот тоже. Да, да, да. Порожек тоже. Так. Соответственно, когда есть пустота, к примеру, вы зашли, не дай бог, у вас что-то упало из кармана, что-нибудь тяжеленькое, да. Полезли, например, сюда с разводным ключом, подтянуть, бахну, все, плитки как не бывало, она сразу сколится. Потом, значит, принесли что-то тяжелое, поставили сюда, плитка от нагрузки тоже может резонцовать, поэтому не должно быть вот воздуха, вот таких звуков под плиткой. Вот эта плитка, сама белая, это как советская плитка, она реально сама по себе кривущая. Я у себя вот в квартире такой же плиткой делал стены. Не, мне кажется, просто вот эти две, они отличаются по оттенку. Они могут, да, они отличаются. Вот эта более такая сероватая, это белее. Ну, тут она, видите, внизу хотя бы. Да, 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 да. Мы же можем предъявить, что разный оттенок плитки, вот эти белые две. Разнотон, да. Разнотон. Есть, существует такое понятие, но единственное, к чему можно привязаться, это, когда они брали из упаковки плитку, они ее должны были смотреть, ну, то есть выборку делать. Ну, да. Только вот к этому. А конкретно прям пункту, что плитка должна быть одного тонна, его как бы нет. Вот, и швы, да, то есть, ну, вот это вообще интересное место, да, что просто здесь белое. То есть они герметиком замазали, или что? Нет, как бы белая затирка, почему-то здесь появилась. А там же как-то вообще... Ну, там затирка со стеной упала на пол. Ну, то есть, швы должны быть одинакового цвета, и выделяли одинаковой толщины. То есть все швы здесь можно забарраковать, и сказать, что они сделаны некачественно. Ну, почти, вот это наполовину хороший шов, потом какое-то включение появляется, потом снова. Ну, да, да. Вот. Нет, вот это отличается, вот это, да. И может быть еще вот та вот. Сбоку. Ну, мне отсюда не видно, мне тяжело сказать. Вот эти две точно отличаются. Вот так, тогда. Ну-ка. Просто захвачивай, она прям... Слушайте, ну, и вот даже... Она не в уровень положена, даже, ну, видно. Вот эта и вот эта плитка не в уровень. Вот этот шов, он прям вообще... Ну, вот это место. Я бы, например, вот для меня лично, вот, ну, как здесь затерто приемлемо, я бы вообще бы не запаривался. Я бы быстрее взял бы квартиру и заезжал бы сюда. Мы глазок закрепили, а здесь такой шип, знаете, как будто это анализы крови брать. Ну, глазок такой. Заходите сюда и посмотрите, Максим. Что-то видно в него хотя бы? Да-да, видно. Здесь коридор. Они чем-то долбанули. Так, вообще... Я, знаете, как бывает, предлагаю, когда двигаемся постепенно и много вот таких мелких косметических дефектов подключаться. У меня стикеров новые. Специально для пика взял целый рулон свежий. Вы можете также подмечать видимый вот этот визуальный момент, а мы в процессе потом обсудим. Ну, это надо отмывать, да. Тут отмывать нужно. Плюс еще вот смотрите, где окна. Надо вначале по стенам идти, потом окна смотреть. Вот здесь, видите, с окнами то же самое. Смотрите, Максим, а у вас здесь можно паркуром заниматься. Из вашего окна разбегаешься и прыгаешь вот сюда вниз и попадаешь к соседям на балкон. Максим, подойдите, пожалуйста, сюда к окну. Двумя руками возьмите и попробуйте пошатать вот эту... вот эту часть окна. А люфт вообще есть? Ну, вроде бы. Ну, очень-очень жестко держится. Ну, очень жестко держится. Сбоку от дверей, если смотреть, где-то наличники прилегают более-менее плотно, а где-то с зазорами. Да, где-то вот как здесь, да. Да, вот там тоже я клеял сбоку, вот когда... Вот смотрите... Повреждения. И вот тут вот и нет. Ну, тут двери сами по себе такие, скажем, картонные. Конечно, от них ожидать какого-то чуда я бы не стал. Но вот момент с запилами, я согласен, да, потому что запилено как-то кривовато. Вот здесь, да, например, смотришь, вот здесь какая-то щель, тут ее нет, тут она опять есть, то ли ножовка тупая была. И за счет того, обратите внимание, здесь фаска, здесь такой скос идет. Из-за этого, конечно, вот она смотрится не очень. Топально. Вот они тоже здесь подрезали, вот видите? Видно. Как они так подрезали? Я не знаю. Дверь же Пик сам тоже делает, если я не ошибаюсь, это их же производство. Ага, возможно. Это же какая-то зертификация стояла. Они противопожорные, да. Это просто предел огнестойкости. По времени, то есть если дом будет гореть, она должна выдержать определенное количество минут. 60 минут здесь написано. Возьня. Ручка не закрепленная. То есть если бы открывался болячок вот так, например, у вас ветер подул, забыли закрыть, он вот так открылся. И, соответственно, когда открывается дверь, то можно сложить его просто. Нужно, наверное, сделать, чтобы он вот так открывался, по мне, да? Так, наверное, будет правильно. Плесень. Плесень посмотрим. выпадет нам счастье сегодня. Максим, пальцы вот так делаем, реально, делаем вот так пальцы. Делайте, Максим. Я серьезно. Я вот ехал, больше всего вот это, переживал за это. Ну, типовые плинтуса, места типовые, я как бы отгибаю, да, смотрю, если там черноты прям нет, вот, то это хорошо. Вот. Здесь нет. Просто там просто темно. Не-не-не, там она сразу видна, Максим. Ага. Она же такими пятнами сразу идет, и на белых обоих она очень красиво видна. Плинтусы немножко будут подмяты, потому что, ну, их герметят, и неизбежно приходится. А, они тоже герметят, как и сатулс, ДС. Да, да. Я только не понимаю, ну, как бы это даже... Зазоры, они так убирают зазоры, когда плинтус неплотно прилегает. А, понятно. И смотрите, радиатор сантиметров в 10, такой как бугорок под обоями, угол подоконника, видите, вот эта ушка торчит, и ниже, смотрите, видите, стык виден. А от стыка примерно посередине до радиатора еще там таких два бугорка. О, даже отсюда, смотрите, видно, вот они, клейте сюда. Прямо где бугорки, выше бугорка, да-да-да, чтобы было понятно. Смотрите, смотрите, Максим, две трубы у нас идут, и вот прямо между трубами, вот он. Клейте, и вот выше, смотрите. А это пузырятся обои, или что? Вот они здесь просто кусок обоев, похоже, оторвали, вот это, видите, вот. Это не жесть, это подклеит, там ничего страшного нет. Нет, где бугорки, где вот там содрано, ну, там, тут, по идее, надо приклеивать. Вот где бугры, это, скорее всего, грязь попала, соответственно, нужно отклеивать, вычищать, заново приклеивать. А есть какой-то допуск по швам у обоев, если он виден визуально, это допустимо или нет? Нет, ну, тут как? Вот давайте на примере, как раз вот у нас вот в кухне-гостиной. Вот мы смотрим вот сюда, и он просто вот здесь виден. Вот я стою здесь где-то 2 метра до участка, и если его видно, это категорически плохо. Если с 2 метров он не очень виден, то это более... Максим, вот еще клеите, вот сюда клеите, вот он. Если с 2 метров он совсем виден, то это... Видите, да? Если совсем не виден, тогда это хорошо. Да, сверху надо кнула. Вот он, вот он прям, да, 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 вот. Максим, обратите внимание еще сюда. Вот здесь угол они пилили, ну вот как-то... Ну тут миллиметр целый. Не-не, вот этот именно. Ну вот этот еще надо снимать, а вот этот как-то... Он просто еще больше, чем тот. О, вот этот, видно вообще трындец, вот этот. То ли мы обои немножко внахлёст пошили. Доктор, доктор, а плитка будет жить? Частично. Частично? В данном туалете. Максим? Частично. Тут у нас тоже немножко с плиткой. Да, вешайте. Туда вот чувствуете, он что-то попал реально. Попал просто мусор. Но тут хотя бы... Не так много. Вот, и момент тут интересный какой. У Пика за ванной нету плитки. Кто в Пике принимал, уже знает эту фишку. А в договоре у вас прописана просто плитка в ванной комнате. Ну да, значит, он должна быть... Возникает конфликт. Вы хотите плитку целиком, а Пик ее не делает, хотя в договоре она прописана целиком. Мы всегда это пишем, но Пик говорит, нас по проекту нет. Поэтому опять, надо запрашивать проект, смотреть проект, сравнивать. Если там действительно этого нет, тяжело будет с ними бодаться за это. Но можно, но это надо уже в юридическую плоскость опускаться. Но по факту ее там нет. Значит, смотрите, чем это грозит. Сейчас у вас стоит вот эта ванна, вдруг потом вы решили себе сделать просто душевой поддон, и вам нужно туда еще укладывать плитку, искать такую же плитку. Она будет стопроцентно разнотон. Потому что точно такого же тона у вас уже ее не будет. Это обычная классическая советская плитка. Да, мы это зафиксируем. Я не знаю, на камеру видно или нет. Если видно, напишите в комментарии. Но вот так сможет, что вот это один цвет, а это другой. Вот она идет, 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 идет. Вот так она пошла, вот так пошла. Есть такой, Максим? И вот там, так же, с синего. И вот здесь, да, да, вот он угол такой. Вот он идет. Как-то странно, конечно. Затирка, да, знаете, так она как-то неаккуратна. Вот такие вкрапления есть. Если присматриваться. Ну, я, например, к затирке вообще не... Для меня нормально, очень честно. Разнотон то, что есть. Я бы не запарился. Знаете, почему, Максим? Потому что я сам клал вот такую, когда плитку у себя в ванне. И из одной коробки там 3-4 было разных плитки по цвету, представляете? То есть там ее, походу, с завода кидает куда угодно и лепает. Все, что тут уровень нарушен, что вот это вот. Сейчас его выпук лает. Ну, это легко проверить? Это ровно. Не, ровно. Да, если вы сбоку посмотрите, сбоку вот отсюда, то вы не увидите здесь больших каких-то просветов. Чуть-чуть вверх начинает уходить, но это адекватно. Добро пожаловать домой. В соотношении со стоимостью квартиры к услуге приемки, она просто такая минимальная. И деньги, я считаю, ребята 100% тысячу свои отрабатывают. Потому что вот мы смотрим, у нас здесь, в принципе, с вами явных косяков нет. У нас здесь множество косметических дефектов, которые, соответственно, все исправляются. А у нас от застройщика ограничитель двери. Потому что везде, наверное. Бывает, кстати, прикол, что они ставят ограничитель Максим так, что все равно ручка бьется об двери. А здесь нормально. Да, потому что его не поставили, а дверь, соответственно, бахнули, и вот они здесь уже, да. Правильно сказал специалист из «Авангарда». Вот обратите внимание, это либо стенка, либо, соответственно, лично. Ну вот отсюда смотришь, и ну вот так. Ну можно, конечно, саморезом прикрутить, но это будет тоже не очень красиво. Плохое, что все окна царапат. То есть вот все выделенные зоны, если присмотреться, то можно вот здесь горизонтально... О, вот она, да, 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 вот она полосочка. Не знаю, камера возьмет, нет. Я думал, типа палец над пылью проведен. И он, кстати, с определенного угла только ее видно, да. А, сейчас я, да. Вот, и так вот, где я отметил. То есть смотрите, Максим, это можно поменять, если вам это, как бы, не режет взгляд, можно не менять. Вы сэкономите время свое. Так, а мы с Максимом проверим замки. Это, друзья, очень важно, потому что маленький ребенок, не дай бог, он вылезет. Это очень чревато. А у Максима маленький ребенок, да, Максим? Да. Так, работает? Ты что-то вот не могу поймать, как что-то на нас работало. Подожди, одна кнопочка уже, вот, все. Вот, все. Соответственно, когда вот так и мы ключик повернули, то есть, соответственно, кнопка не нажимается, и когда мы хотим открыть дверь, у нас происходит удержание створки рамы. Слушайте, я бы ее вот так бы, честно, оставил бы, вот так не симпатичнее смотрится, да? Согласны, чем она торчит, эта фигня? Тут вот что-то новенькое, Максим, для вас будет интересно посмотреть, это окалины. Окалины, да, вот она, вот она красотка. Из-за них же могут уже потом и треснуть им, правильно? Ну, в этом месте появляется скол, если ее убрать, да, и оскол при вибрации определенной может давить температурным напряжение может, да, действительно, в какой-то момент треснуть. Это неприятно, да, то есть, окалины относятся к таким более разрушающим дефектам, чем поверхностные. я бы еще вот сюда бы приклеил, пусть они сдирают сами эти стикеры, и мне не нравится, ну, это не клининг, наверное, я бы пометил, и мне вот не нравится вот этот шов, они как-то промазали так очень тухлым герметиком каким-то желтым, какая-то здесь грязь, мне вот это непонятно. Комбо набор, прикольный звук, потом можно продавать его на вид. Друг другу близко ставят, и из-за этого она потом скрипит. Труба, мне кажется, немножко криво сделана, то ли стенка, и то, и то, у меня ощущение, что стена в одну сторону, труба в другую, и получается вот такой вот морковка. Ну, кстати, если обратить внимание, к герметикам они здесь везде хорошо прошлись, вообще никаких зазоров, нет примыкания, планка тоже нормально держится, она здесь на саморезах, в цвет, и здесь тоже все красивенько. Это не на меня, в ситуации произошло желтизна, вот у меня, или чай-то, или клей какой-то? А, слушайте, это прилично, да, 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 вот он. А, на тему на стекле? На наружной стороне, да, стеклопакет, вот эта полоса, вот это мое, вот это, стираем, вот она, ну ее видно, видно. И в целом, стекла тут, конечно, сильно царапана. А, это вот, что это? Это грязь. Максим, самое главное нужно помнить, что с момента того, как вы ставите подпись на акте приема-передачи, вы стопроцентный плательщик коммунальных услуг, той управляющей компании, за которую вы еще не проголосовали, ее застройщик привел на три месяца, но везде о ней есть информация, уже впечатана в этот проект. В новая квартира, вот лично для меня, она должна быть новая, у меня должны быть новые обои, без всяких там грязи, там все. Мне же договор не прописано, что, ребята, у вас будет новая квартира, но, извините, внутри в квартире будет все грязное и старое. Нет, конечно. Все должно быть красивое, новое. Но вообще, то, что вот они вот так сдают полы, это, конечно, не очень правильно, я считаю, потому что, ну тут реально чувствуется, знаете, вот такая мелкая пыль, чувствуете же, даю, когда дышите, реально очень много пыли. Я представляю, здесь ночью включить наверное рассвет, будет видно, как она вот клубами летает. Закладную видно, то есть где-то потолок присасывает. Во! Во! Это тоже фишка пика. Что, что, что за фишка? А! Офигеть! Закладную, блин, ну что ж они так осанули реально? А что это с этим делать? Помогли бы? Ну ее нужно наверх просто. Либо закладную попробовать, да, поджать. Либо потолок. Либо поискать, где ее подсасывает, где воздух подсасывает, скорее всего, вентиляцию, вот здесь же вентиляция идет, и она там за потолком спрятана. И в открытой окно он так, втяну, и показал. я тоже читал об этом, то, что типа где-то есть где-то косяки, сквадняк, и потолок вообще вот так ходит. Притягивает, да. Это не только в пике, это много где такое встречается. Ох ты, да, да. А, кстати, без вот этого суперфонаря и не видно. Ну, почти не видно. Я понимаю, что когда будет на улице темнота, и вот это будет смотреться, где люстра, с другой стороны, они же там же идет закладная поддая люстра, и когда они повесят люстра, она и оттянет ее как бы в какой-то степени. Но все равно, что вот идет эффект. Не-не-не, понимаете, это если будет вот такой колпачок, диаметр, либо чуть больше, а если будет меньше, они же есть маленькие, то он же здесь большой, тут, наверное, больше 10 сантиметров. Нет, в идеале, мы не должны видеть закладку. Да, да. Может быть, они оставят вот так лампочку висеть, правильно? Может быть. Это же их дело. Может быть. Сейчас мастер из авангарда проверяет геометрию стен и проверять будет геометрию пола. Ровненько, да? Откос, да, дверь, нет. Почему я не видел, что здесь лежит безпроводной звонок? Вы тоже не видели? Я думал, это от предъемщиков, от авангарда. Подождите, это ваш звонок? Кто? Нет. Нет, это ваш звонок, видимо. Все, вот он здесь лежит на подоконнике. Я его, честно говоря, только сейчас почему-то заметил. Все. То есть мы сами... Это еще... А, он с видеокамерой, что ли? Смотрите. Нет. Можно было взять. Или это он так сделал, потому что звонок-то сам вот здесь. Я такие вообще не видел, наверное. ЕКФ. 36 мелодий, нифига себе. Слушайте, ну вот самое для меня, например, плохо, что нужно какую-то инструкцию давать или самим, чтобы управляйка вешала их, потому что каждый повесит там, где ему удобно. Кто-то сверху повесит, да? Кто-то чуть ниже, кто-то вот здесь. Ну, как-то будет такой разнобой. Так, это у нас что такое? А, это инструкция. Это счетчики воды. Раз. И два. Надо вот это так и оставить. Вот это место мы обсуждали, где у нас трубы со стеной. Я говорю, что и стена, и труба. Да, вот мы видим, что стена на 5 миллиметров ушла относительно вверх. Смотрим. И труба, конечно, будет более глобально. Тут где-то сантиметра 3. Если еще на край поставить трубы, вот так. Ну, а что сделать? Ну, туда прилично. Можно? Ну, делать можно, но это надо иметь доступ к соседям, то есть это глобально, конечно. И застройщик, скорее всего, будет максимально с этой темой съезжать. А я даже не знаю, у нас есть ли какие-нибудь фиксаторы нормальные, красивые. То есть вот они такие, технически назову их так. Они не для жилых помещений. Они выглядят убого, да, просто убого. Я не знаю, может быть, заглушки какие-то есть, я не знаю, есть в природе или нет. Но вот я всегда, когда вижу, вот они держатся, трубу-то крепко, но, блин, выглядят они, смонтированы нормально, но они выглядят, да, они убого выглядят. И вот здесь вот смотрим, да, это хороший признак того, полы в адекватном состоянии или нет. Просветы между полотном и полом, если они вот как дальний дверь, он примерно равномерный. Там немного порожек задирается, из-за этого так выглядит. А дверь слева, которая в комнату, он идет на увеличение к дальнему краю, и там, соответственно, пол идет на уменьшение. А, ну да, вот здесь получается меньше, а тут больше. Да, да. Есть анемометр, вот когда у нас открыто окно, здесь должно вытягивать воздух. Ну, корчатка шумит аж тут. Да. Здесь такая маленькая, это как-то. Здесь прямо хорошо. У них выносится. А вот здесь с этими дефлекторами, на потолочке, не всегда так удобно получается. Подтян. Слушайте, а может быть выкрутить просто дефлектор? Ну, он, в принципе, почти, он уже, да, еще чуть-чуть и вывалится с этой гайки. Нет, тянет, тянет хорошо. Ну, тяга есть. Еще упадет плитку, разобъеду. И здесь на потолке, смотрите, вон, видите, вот, вот, вот. Увидели? Да, давайте стикер клейте. Клейте стикер. Стикер в студию. Руки, руки, руки все заятые. Тоже тянет. Стикер клейте. Дальше, дальше, дальше. Вот, 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 да, 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 во. Во, отлично. Вам повезло, что у меня высокий рост. Прикольно, кстати, да, для конденсата у пика сделаем, что вот по трубке сюда конденсат идет. А, я вообще не знаю. И уходит в канализацию. Он вонять не будет? Не, не будет, там вода обычная. Вот мы с Максимом вышли, и что заметили подписчики, что, друзья, не увидел я сразу. Смотрите, мы видим с вами широкую дорогу. Ну, тут на две полосы. Небольшие кустики, какие-то деревца, теннисный столб, прекрасный двор, церковь. Видим здесь тоже брусчатку красивую, столбик для того, чтобы не парковались. И вот они идут, 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 идут. Здесь мы видим с вами лодочку поставили. Для нее есть вот такой специальный граждающий конструкции, такой забор полупрозрачный. Есть вот эта штука, чтобы сюда никто не припарковался. Прикольно, кстати, был бы себе такой гараж. Вот, вот, Максим! Вот у меня тот же вопрос, как и у подписчиков. А как это будут увозить? Ну, давайте проверим. Слушайте, ну, они прикреплены в асфальт. Слушайте, ну, вот у меня идея только, смотрите, вот так можно крутить. Ну-ка, открутиться интересно. Да, получается только вот так. То есть надо откручивать, демонтировать и заново прикручивать. Ну, это, конечно, неудобно. Слушайте, ну, я зато разобрался, как это делать. Ну, да. Давайте сделаем фото для подписчиков. Или видос. Видос. Держите. Ну, в общем, мы все с Максимом отгадали тайну пика. Вы улыбаетесь. Ваши ожидания, я так понимаю, превзошли мы, когда изначально смотрели эту квартиру. Я, честно говоря, полагал, что тоже немножко вид будет по-другому. Но он реально здесь бомбический. Да? Ну, вид хороший, да. Но у дефектов много. Ну, в основном, что у нас? Это косметика, да? Ну, да. Самое главное, что арматура там нигде не торчит. Хотя где-то на потолках видишь то, что это. Ну, это эти крепления под лампочки, под люстры. Да. Ну, я надеюсь, они поправят и все будет хорошо. Ну, да. С чем столкнулись с пиком? Есть ли что-то такое, что реально не понравилось? Ну, самое обидное, это когда квартиру приобретали, что было написано, что потолки 2,9 метра. Изначально, да, в проекте у пика было, что здесь 2,9. А потом они изменили проект, внесли изменения в проектную декларацию. Стало 2,60. 2,68 я смотрел, это как проектную декларацию, а по факту вообще 2,61. То есть, вот это расстроило, конечно, потому что мы в 2,75 живем, вот, и оно как бы воздухоощущается. Ну, после 2,75, 2,60, да, чувствую, 15 сантиметров приличная разница. Ну, да, даже просто если бы изначально там 2,60 было, это как-то полегче бы перенеслось, когда тебе 2,9 обещали, в итоге 30 сантиметров скосили. А как ощущения от дворовой территории? Ну, от дворовой приятно, я, честно сказать, не ходил там, даже не смотрел. Единственное, я заметил то, что песочного сцена, мне кажется, это обязательный инструмент на детской площадке. Ну, я согласен, да, потому что, получается, здесь всего лишь 2 дома, все остальные очереди туда дальше находятся. И как-то туда ходишь, что в песочнике ребенок покурился? Ну, вот рядом с ЖК есть этот, как его, другой дом, у него есть песочница, видимо, туда. Казалось то, что все к нам будут ходить там. А в песочнице будете вы туда ходить. Как ощущения от квартиры? Ну, приятно, когда зашли, много света было, потому что мы, что там, вечером пришли, солнце как раз в квартиру вливалось, и это приятное ощущение. Окна большие, это приятно. Но, конечно, не порадовало само отношение к тому, как подготовили квартиру, ну, потому что видно очень много. Ну, много пыли, то есть строительная пыль надо было убрать, тогда бы, да, клиник надо было проводить, я согласен. Чисто если бы даже ламинат как-то был, и окна протертые там подоконники. По-другому было бы, да. Да, ощущение было, что, блин, ну тебя тут реально ждали готовую квартиру. Потому что везде вроде все так красиво, в холлах общих, а в квартиру заходишь, ну, блин, так пыльно. Да, это, конечно. То есть придется самому тратить деньги, чтобы все это отмывать? Да. Ну, или... Значит, с вами еще сейчас связалась менеджера, что она вам сказала по поводу недостатков, которые вы нашли и сообщили? Ну, мне еще предварительно не очень понравилось, да, то, что мне, так сказать, намекнули, что давайте лучше подпишем акт, ну, без угроз и без всего, типа, акт приема и передачи подпишем, это устранят там за неделю. А если не подписываем, то устранение 45 дней. Вот. Ну, есть моменты, с которыми я, как бы, мириться не готов. И непонятно потом вообще, какое отношение. Ну, если они полынь даже не помыли, да, перед тем, как квартиру, ну, передавать. Если я акт приема и передачи подпишу, какое там отношение будет, я не знаю. Поэтому, как по закону положено, давайте так и будем двигаться. То, что получается, если вы гипотетически согласитесь на их условия, передадите ключи им в принятой вами квартире, вся ответственность за эту квартиру и ваших соседей лежит уже на вас, не дай бог, они накосячат, пробьют, например, там, топором трубу, затопят там три этажа, платить будете вы, потому что это ваша квартира. И плюс, соответственно, с момента подписания акта приема и передачи вы будете стопроцентным платежщиком коммунальных услуг. Хотя вы, в принципе, здесь даже не живете, у вас здесь ничего нет, они еще будут якобы 10 дней исправлять. И нет никакой гарантии, что они за 10 дней исправят. Да, Андрей, вам спасибо за то, что не дали пойти по воду у застройщика, типа подписать акт приема и передачи, потом дожидаться там. Максим, очень круто, я, честно говоря, очень доволен. Я сюда шел, я не ожидал вот сам увидеть чистых фасадов, такого крутого двора, потому что для Кудрова это реально очень круто. Мне здесь нравится, что вот это именно две секции, они 12-этажные, они там по 20 этажей выше, небольшое расстояние вроде до соседнего дома, но при этом вот меня это как-то не напрягает. Мне очень понравились ваши окна, это просто хочется обнять и не отпускать. Они просто огромны практически во всю стену. Ну и, конечно, сама отделка, хоть есть и нарекания, но я люблю белый цвет и, в принципе, считаю, что делаем достаточно неплохо даже по отношению с тем, что смотришь другие объекты. Если взять их тот же бизнес-класс на Кантемировской 11, то здесь и фасады, и двор, ну как бы не двор, а фасады именно, а внутренние, что намного более, скажем, качественнее, аккуратнее сделано, чем даже в Кантемировской, хоть там уже типа бизнес-класс идет. Не, да, все приятно, цвета радуют, мы тоже за минимализм. Единственное то, что там что-то грязно мазанули, там что-то поцарапали. Ну, человеческий фактор, к сожалению, да. Тут не помыли как-то, не то, что надо встречать там дольщиков как царей, нет, но просто как-то хотя бы какую-то влажную уборку. Дольщик – это клиент. Клиент всегда прав. Я покупаю новую машину, дилер всегда перед тем, как вам ее выдать, намоет доблеско и вычистит. И здесь должен быть, я считаю, у каждого застройщика клиник, отмытые фасады, подъезды, входные группы, все на свете. Приходишь в чистый новый дом. Я могу пожелать вам счастливых дней жизни в этой квартире. Быстрее, чтобы ПИК исправил все недостатки, которые выявил приемщик из «Авангарда». И быстрее, как можно заехать и начать жить полноценной жизнью. Поздравляю. Спасибо, Андрей. Спасибо ребятам с «Авангарда». Ну и вообще здорово, что получилось расшириться в такое, так скажем, непростое время. Круто. И Максим улыбается, мне это очень нравится. Я вижу по лицу, что он реально очень довольный этой квартирой. Ну я вообще на самом деле категоричный человек, но не знаю, что-то грустить. Да, отметили, посмотрим, что с этим будет дальше. Может быть, потом уже буду грустить. Не-не, я уверен, не будете грустить, они сделают все быстро и четко. Потому что пока вы не подписали, квартира, за нее они несут ответственность, за нее они платят коммуналку. Это тоже их расход. Поэтому у них задача, как можно быстрее передать вам квартиру. Супер. Понятно. Спасибо. Нужна помощь с недвижимостью продать или приобрести? Обращайтесь. Звоните, либо оставьте заявку на andreyartemov.ru. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok